Больше трех тысяч жителей Восточного Казахстана получили материальную поддержку на улучшение жилищных условий, развитие бизнеса и социальные услуги. Они стали участниками проекта партии Нур-Отан Хал-Ка-Кюмек. Эта программа призвана отстаивать интересы населения. На конкретных примерах ее изучил Вячеслав Фитлугин. Кульзира Байсалбаева одна воспитывает дочь инвалида. В Усть-Каменогорск за необходимой медицинской помощью семья переехала из села. В городе, где нет друзей и знакомых, Байсалбаевы снимали комнаты в общежитиях, ютились в пристройке частного дома. Но один на один с проблемами их не оставили. В общественной приемной партии Нур-Отан решился наболевший жилищный вопрос. Эту квартиру я получила недавно. Была на общественной приемной партии Нур-Отан и рассказала о своих проблемах. Мне помогли. Местные предприниматели предоставили временное жилье и заселили в хорошую квартиру. Разрешили жить в ней до тех пор, пока не предоставят жилье по госпрограмме. Вот такое вот у нас хозяйство. Евгения Черкашина – мать 12 детей. Бюджет большой семьи зависит от подсобного хозяйства. Создать домашнюю ферму Черкашиным помогли местные бизнесмены. Участники проекта – халыка комек. Достаточно большой стимул. И не только стимул. Я считаю, что вообще, если помочь людям встать, вот именно заняться вот этим подсобным хозяйством, личным подсобным хозяйством, каким-то мелким бизнесом, меньше будут вот этих вот социальных нуждающихся. За несколько месяцев в проекте «Халыка комек» приняли участие больше трех тысяч восточно-казахстанцев. Благодаря ему удалось скоординировать действия государства, неправительственных организаций и бизнеса в решении социальных проблем. Тот же углем, тот же помогаем продовольственной корзиной. Или просто помогаем, оказываем консультацию юридическую, помогаем составлять исковые заявления в суд, в госорганы помогаем заявления писать. Инициированный Нурсултаном Назарбаевым проект «Халыка комек» будет продолжен. Впрочем, как и другие масштабные социальные программы партии «Нуратан», «Бакаты от Басы», благодаря которому удается помогать малообеспеченным и многодетным семьям, «Куты Мекен», реализация этой инициативы позволит построить дороги и развивать инфраструктуру, и АОЛ «Ельбесыгы», призванные создавать рабочие места и повышать качество жизни в сельской местности. Вячеслав Петлугин и Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск, Хабар-24.